Меня зовут Надежда. Очень приятно. Отлично. К подозвонившимся на ты, значит, ко мне на вы. Хорошо. Надежда, ну, и как настроение? Ещё раз, можно я не понимаю? Надежда шокирована. Она думала, что будет о нас задавать вопросы, а тут её спрашивает Света Слава Горчук. Как настроение, Наденька? Настроение отлично. Не считая того, что стою в пробке на мосту, так всё замечательно, потому что рада, что до вас дозвонилась. Всё отлично. Вы, главное, не прыгайте с него, потерпите чуть-чуть, и всё будет нормально. Ну да. Надежда, есть вопрос. Надя, задавай. Да, я услышала песню вашего творчества в основном на украинском языке. Хочу спросить, поверьте ли вы на других языках, на каких, может быть, нравится петь ещё, кроме родного украинского? Нравится петь на всех. Могу спеть и на русском, и на английском, и на каком хотите. Даже на итальянском иногда, когда выпьешь чуть-чуть. Вот, но на самом деле я просто придумываю песни по-украински, потому что это мой родной язык. Но вот недавно я был там вечер у Леонида Агутина, спел там песню «Я буду всегда с тобой». Но у Океана Эльзы так получается, что всё-таки родной язык украинский, поэтому нам так проще. А вот если кто-то говорил из музыкантов, что, например, русский язык, он неудобен для пения, потому что много согласных. Вот если сравнивать украинский и английский языки? Мне кажется, что... Нет, ну, во-первых, я не хотел бы сказать, что какой-то язык удобен, какой-то неудобен. Это, в общем-то, неправильно. Мне кажется, что это из серии плохому танцору. Обувь жмёт. Да, мешает всё. Она жмёт обувь, да. Но мне кажется, что в первую очередь вопрос в том, как ты выпиваешь гласные и согласные. В общем-то, пение, пение как таковое, отличается от речи, что там главным образом... Главное — это как раз гласные, а не согласные. И если ты умеешь смягчить все согласные сам по себе, возможно, иногда в ущерб дикции... Это очень интересная история, что часто говорят даже... Вот в «Океане Эльзе» я слышал, что мне говорят, что вот я не так произношу буквы, как это принято. Я это делаю сознательно, потому что, может, это в ущерб дикции, но это намного мелодичнее. Поэтому вы заметите, что многие российские музыканты... Это, кстати, интересный вопрос вы задали. Очень многие российские музыканты, те, кто поют действительно красиво, они немножко... Ну, немножко... Кажется, как будто у них есть акцент какой-то. Но они... Это дело не в акценте, а в том, что они растягивают специально гласные и иногда замягчаются гласные. Вот, например, послушайте, мне очень нравится исполнение... Во-первых, я очень люблю песню «Темная ночь». Вот есть... Баста сделала кавер на эту песню. И вот он поет эту песню, он все время умягчает слова. И очень-очень мелодично получается по-русски. Очень. Вот. И кажется, что чуть-чуть как будто не так, как говорит, да? Так он из Ростова, у него есть акцент? Но это очень мелодично звучит. Поэтому мне кажется, что не в языке дело. Английского фишка в другом. Там очень короткие слова. Из-за того, что там короткие слова, он очень ритмичный. И там легче петь ритмично. Поэтому в славянских песнях, в русских, в частности, так мало ритмичных, по-настоящему ритмичных песен. Я не имею в виду не речевочек, которые повторяются, а песен, в которых ты вроде поешь, а оно как-то так в ритме все. В английском это просто, потому что там I love you. Все. Быстренько. Раз, раз, раз. Вот на смс-портал пришел вопрос. Нет, там все-таки закончить историю. Надежда, мы поздравляем вас. Вы получаете два пригласительных на сегодняшний концерт. Спасибо большое. Для этого вам надо прийти на радиостанцию и поцеловать ведущих. Да. Но это не обязательно. Как не обязательно? Кстати, кто не дозвонился, не расстраивайтесь. Это дополнительный бонус, он не обязательный. Но если вдруг... Да, во всех кассах нашего города есть еще билеты на первый саратовский концерт группы «Океан Эльзы». И все там сегодня просто обязаны быть. Слав, вопрос такой. На смс-портал пришел. Как в группе решаются спорные вопросы? Ну, смотря какие. Если вопросы связаны с творчеством, то скорее, наверное, консенсусом. Ну, то есть как бы большинство, как думает, так и делаем. Но мы стараемся не доводить до того, чтобы кто-то затаивал себе какую-то творческую обиду. А я бы хотел по-другому. В принципе, это вообще очень сложный вопрос. Поэтому группы... Ну, вот сохранить равновесие в группе или сохранить там баланс между участниками сложно. Но в «Океане Эльзы» это тоже не всегда удавалось. Но как бы в этом есть что-то интересное тоже. Но остальные споры у нас с их особо не возникает. Ну, бывает так, что вот вы, как лидер группы, так кулаком по столу будем делать так? Нет, не бывает. В музыке так точно. А в чем бывает? Ну, такого в принципе не бывает. Но если речь идет о каких-то, может, стратегических вопросах, то я бы сказал, что, может быть, мое мнение как-то более учитывается. И не то, чтобы учитывается, но как-то люди соглашаются с моим мнением. В музыке мы все очень равноправны. Как бы в этом и... А зачем тогда группа, если... Ну, если такого нет? Вот, Слав, такой вопрос. В свое время «Океанельза» была одной из первых украинских групп, которая, в общем-то, стала очень популярной, известной в России. Если сейчас посмотреть на российскую сцену, то все... Большая часть, если не все такие яркие открытия последних лет, это так или иначе украинские музыканты. Это Иван Дорн, например, та же группа Boombox. Viagra даже, уж прости господи. Viagra, да. Прекрасная группа. Это Viagra, это, кстати, большое открытие. Особенно, если они открыты. Особенно, если бедалька слетела. Я говорю, если они открыты. Открытие года. А вот индустрия на Украине музыкальная лучше работает? Я не думаю. Я говорил, по-моему, в каком-то журнале. Недавно об этом. Мне спрашивали. Мне кажется, что фишка в другом. Наоборот. Российский рынок с точки зрения индустрии, он как раз работает, мне кажется, лучше. Потому что тут большая страна, тут больше денег. И как-то оно все, ну, как-то быстро крутится. Но в связи с этим тут уже созданы правила. Правила жесткие. Как правило, правила, как правило, жесткие, циничные, безапелляционные. В общем-то, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Поэтому все очень такое становится шаблонным, подогнанным под 7-минутный успех, под зарабатывание денег сегодня. В Украине все-таки чуть больше свободы. То есть там тоже уже работает индустрия. И тоже все хотят сегодня стать суперзвездами и заработать себе на первую в своей жизни поддержанную японскую машину. Но дело в том, что в Украине все-таки намного... Нет вот золотого правила, как это сделать. Ну, например, не знаю, попасть в эфир русского радио, первого канала или еще чего-то там с каким-то репертуаром. Там все-таки каждый как может пробивается. Поэтому, наверное, варится все в своем соку и выскакивает наверх через интернет, естественно, что-то может быть более-менее нестандартное. И поэтому потом в России, в которой фильтруют все, что происходит в Украине, очень внимательно, судя по всему, попадает именно это яркое. Поверьте, у нас неяркого и шаблонного тоже много. Оно просто сюда не доходит. Понятно. Погущие тросы. Прекрасная группа. Особенно после того, как они петь перестали. Кому же нужны трусы, которые не поют? Естественно. У нас по-прежнему... Еще несколько... Еще свои, кстати. Еще несколько минут в нашей студии будет Святослава Укорчук. Друзья, вопросы можно задать на короткий номер для смс-совщений 5522. Вначале не забывайте ставить плюс. У нас, я напомню, есть две суперэксклюзивные пластинки. Это украинское издание, то есть в России такого не купишь. А после того, как на них распишется лидер группы «Океанализы», так их ценность возрастет вообще многократно. Вопросы... За вопросы Славе мы с удовольствием эти пластинки подаем. У нас есть один вопрос. Какие ваши музыкальные предпочтения? Хорошо. Я задам вам. Отвечу. И песни. Понятный какой-то женский, да. Сегодня в саде любого среди насадка в лице не будет.